То, что Бог нас вразумляет и через сны, одной нашей сестре из церкви Сниса Сон, я его перескажу. Вера, потом мы узнали, что это имеет в виду Вера Кашко, она видит во сне Веру Кашко, правильно я произношу фамилию? Что в нашу церковь приходит, и она корчилась от боли. Потом, Света не знала, что делать, может кого-то позвать, и тут Света видит процесс родов. Подходит к Наталье Сахаровой, спрашивает, что нужны ли чистые тряпки. Наташа говорит, да, Света побежала за ними, и когда Света вернулась, Вера уже родила. И она увидела, что стоит дитё в бассейне, бассейн был голубого цвета, и он уже стоял крупный, пухленький, упитанный. И что удивительно, он стоит. Света задаёт вопрос, почему он только что родился, но уже умеет ходить. Ну вот мне брат Александр передал этот сон, и я сразу начал молиться, Господи, дай толкование какое-то, что это, о ком это. И просто пришёл такой ответ о том, что в ближайшее время через сестру Веру кто-то получит рождение свыше, и потом примет водное крещение. Ну, то есть, как это всегда происходит, человек покаялся, родился свыше от воды, от Святого Духа. И потом я подошёл к Вере прояснить этот вопрос, говорю, Вера, что происходит, вот про тебя снятся сны в церкви, и Вера рассказывает о том, что... И вот я хочу попросить Веру сегодня поделиться свидетельством. Добрый день всем, любимая церковь. Да, получается, что я тут был перерыв, у меня мы жили не в Варнии, и вот я в церковь прихожу в то воскресенье, и отец Геннадий подходит ко мне, читает вот это сообщение. И, вы знаете, так смотрю и говорю, а вы знаете, Аня уже родилась. Вот, говорю, в этот четверг родилась. Представляете? То есть, у меня получилось, только познакомилась девушка Аней, значит, через Инстаграм, и у нас в четверге Олега Григорьевича ведёт слово. У неё там своя ситуация сложная, у неё ДЦПшный ребёнок, ей 40 лет, у неё с мужем развод сейчас идёт. То есть, у неё такая ситуация. Я отправляю ссылку Олега Григорьевича. Она заходит в четверг, она читает молитву покаяния. Она обливается вся слезами, то есть, она говорит, Вера, это что такое было, то есть, для неё это необычное. Я её сразу добавила в чат, который у нас есть, там, где мы читаем план Библии на день, да, и, то есть, вот я с Аней на связи всё время, и вдруг она мне тут же, то есть, это было в четверг прошлый, в пятницу, она говорит, Вера, Боже, как меня коснулся Бог. Ты не представляешь, что произошло сегодня, и она мне рассказывает свой день, потому что с мужем разводится, а алименты надо через приставов, и он сейчас заболел. В общем, она приехала на работу к мужу, ей говорят, что, вы знаете, говорит, ну, мы по закону только сможем вам с октября платить, с 15-го числа. Она говорит, ну, может быть, что-то как-то, потому что он не даёт денег уже три месяца, мы не вместе, ну, то есть, ребёнок инвалид, я без работы, уже дома. И, представляете, говорит, мне потом через какое-то время, час-два, звонит секретарь, которая со мной говорила, и говорит, скажите, пожалуйста, вашу карту, у нас там Сергей Владимирович, наш шеф, он вам выделяет просто ни мужа деньги никак, просто от работы 20 тысяч рублей. Понимаете, она говорит, Вера, говорит, это что, у него самые мурашки бегут, она говорит, Верочка, она плачет, рыдает, она говорит, Боже, как Бог велик, он говорит, как Он велик, слава Богу Ему. Я говорю, конечно, говорю, Анечка, я говорю, Бог будет и дальше творить чудеса, потому что вот эта неделя, которая прошла, опять она четверг заходила, она повторно читала молитву покаяния. Я говорю, мы и доченьку твою Лидочку поставим на ноги, она у нас побежит, 3,8, она не ходит и плохо сидит. Вот, я говорю, и мы доченьку твою на ногу, Бог велик, он себя касается, и вот у него тоже вчера опять событие было, она говорит, Вера, да что такое, ты мне обязательно коллегу Григорьевич отправляй. Я говорю, мы тебе еще и живую церковь поможем найти, она в Подольске, в Подмосковье. Говорю, обязательно ее найдем. Вот, вчера у нее тоже, она говорит, неужели так, понимаешь, говорит, Вера, мне Бог показал, что муж, который мне сказал, вот тебе будут платить деньги, обойдешься, когда она его просила каких-то денег ему дать. Вот, говорит, а показал, что человек вообще по-другому, а у нее были такие еще сомнения, ну, может быть, там мушкиница в ноги, может, она его еще простит. Она говорит, а мне Бог показал, что люди-то не такие, как Он. И вот вчера у нее опять ситуация, там где-то что-то как-то познакомилась молодой человек, представляете, он ей покупает большой букет цветов, большую дыню, телятины там, огромный пакет, говорит, дочку надо кормить, представляете, варит прям ей бульоны, ведет их в кафе, помогает там, кормит ее. Прямо она говорит, боже мой, мне вообще, говорит, цветы не помню, когда дарили, и чтобы просто так, там, огромная узбекская такая вот дыня, вот эта торпеда. Она говорит, Вера, говорит, это вообще какая-то мистика, поэтому Бог велик. И вот я думаю, что Анечка уже родилась через меня. Да, благодарю тебя, Господи. Ну, раз тут пошла такая свадьба, я тоже поделюсь. Я летала в Москву на мероприятие, и это, знаете, после того, как я застряла в Беларуси, у меня было очень много разных сомнений, но слава Богу за него, потому что у нас было мероприятие на человек 200-300 в Москве, где там везде пишут, там, красная зона, там, этот индийский вирус и прочее, да. Да, но, знаете, тоже слава Богу за церковь, мы пришли на служение, когда приходили к нам, приезжали к нам с Украины, да, группа, и я вот так вот стояла, и я даже не видела, все почти прославление, я не видела солиста. Я смотрела только на вот молодую девушку, и мужчина там еще тоже был на бас-гитаре. Ну, и вот, знаете, и такое прославление было действительно вот особенное, как называется, вот муж знает это слово, как это называется, воршоп, да, или как это? Ну, короче, вы меня поняли, да? И такое поклонение, что меня просто то вверх, то вниз мурашки, то вверх, то вниз, я думаю, боже мой, ну это просто, просто для меня все. И в один прекрасный момент я поднимаю руки и говорю, господь, все, я отдаю тебе все свое сердце, все, все. А часы отдашь? Какие часы? Как? Мне же в Москву ехать. Это же мое, ну, мой один из лучших аксессуаров. Это было... Короче, моя плоть извивалась, в итоге я поняла, что если это Бог, то вообще нет смысла спорить. Я говорю, господь, если тебе угодно, какие часы? А, и в этот момент он, ну, помните, вы, значит, становятся на колени, и он говорит, приносите Богу все свои документы, приносите своих родственников. И я туда папу принесла, маму принесла, сестру принесла. И думаю, ну, неужели какие-то часы могут быть стоить спасения моих близких, да? То есть, вот тут же вот он говорил, и это все настолько, как будто все для меня. Вот, ну и все, я уже, короче, от часов отказалась. А у Бога молчит. Вот, знаете, вот раньше такое вот было, вот надо что-то посеять, да, там, я многие вещи какие-то, какие-то всеил, и финансы, и все, вот Бог так со мной работает. И было такое, знаете, радость приходит, Бог говорит, да, молодец, типа, а тут молчи, то есть ему как бы все равно, посею, ну, пожертвую, я не пожертвую, ему все равно. И тут я понимаю, что Бог ожидает от меня своей собственной воли, да, что я не просто согласилась, а я и захотела. И я такая, ну, начинается проповедь, а еще так интересно, в самом начале, перед служением, за завтраком сидим, и я, короче, там в этой тарелке ковыряюсь, и говорю, что служение вообще детское не хочу вести, вот как-то прям мне идет. И сын такой, мам, не вопрос, давай я проведу, говорит. И вот он стоял сегодня, ты говорила, учителей благословляем, он говорит, это меня благословляют, я сегодня учитель. То есть я понимаю, что Бог, правда, готовит вторую школу, и вот так получается, что с утра на завтрак мы договорились, и я думаю, ну, посижу, я хоть это, тоже получу какие-то для себя вещи. Дети ушли, и вся проповедь, я не знаю, вот что вы слышали, но мне все было про жертву, все за то, что нужно платить, что про эту гиперблагодать, что мы, даже я условила мысль, что где-то разбаловались откровением, что Господь это бабочка, да, то есть вот я услышала для себя, что нужно платить цену, и я такая думаю, ну, слава Богу, мы, в принципе, мы все, мы все платим, всегда, везде платим, либо морально, либо физически, либо, ну, просим, да, и тогда Господь дает. Ну, и я так, чтобы мое решение не поменялось, я сняла часы и положила их в сумку, все. А, мужу говорю, Саша, типа, у меня откровение, я ему написала смс, он прочитал, ты помнишь какая-то, какая-то марка? Я говорю, ну, ты же доверяешь, что я не придумала себе. Ну, это сложно, когда мне что-то решило, меня сложно, конечно, перенаправить. Ну, и знаете, я не знаю, кто этот был ребенок, который вот стоял, ее звали Евелина, но мне почему-то подсказывает, да, что это девочка из интерната. Вот что-то мне подсказывает, хотя я не уверена, да, что она не их дочка, они просто ее взяли в команду. Ну, естественно, я выбрала момент, подошла, и вот со словами мне Бог так и сказал, да, я хочу, чтобы ты знала, что Бог тебя определяет дочерью царя. Ты его драгоценная жемчужина, и пусть тебе это будет как знаком, что Господь тебя высоко так уже сегодня оценивает. Вот эта вот девушка Олеся, которая рядом была, она сразу брызнула слезами, она говорит, ты не представляешь, это еще один пазл ко всей картинке того откровения, который Бог взращивает в этой девочке. Так, конечно, разочарялась, сжалась вся, там вот часы, короче, висят, там можно на ногу одевать, ручки худенькие. Я говорю, ничего страшного, Бог сказал, ну, это вообще не моя задача, это, скажем так, не наша забота, и Бог сказал, значит, так. Ну и что вы думаете? Утром я просыпаюсь, и из-за одеяла вылазит большая жаба. И что ты теперь будешь делать? Ну, звезда, любишь ты красивые поступки делать, а потом жаба начала меня душить. Я прихожу, короче, я к мужу говорю, Саш, у меня жаба пришла. А он, слава Богу за мужа, он говорит, да не переживай ты, ну, ничего страшного, подарила и подарила, мурашки бегут. Я такая, ну, ладно, хоть он не осуждает, жаба, так ладно. Ну, и знаете, как-то разошлось, я, ну, короче, проходит несколько часов, я утром куда-то там собралась на какие-то, ну, там, к мастеру, и тут открываю телефон, к парикмахеру я пошла, открываю телефон, а мне подарок присылает Пивакова. Олечка, у меня для тебя подарок. Я говорю, о, как быстро работает. И ни с того, ни с сего скидывает мне, кому девочке надо, 30 пунктов, как восстановить любовь с мужем. 30 пунктов, знаете, как в том фильме «Брак огнеупорный». И тут же я такая, вау, подарки начали сыпаться с неба. Я прихожу к парикмахеру, тоже мы там молимся за нее, ла-ла-ла, и Бог прям везде благословляет. Люди меня благодарят, говорят, спасибо, что ты пришла, у нас там все поменялось. Там даже были моменты, мы разоблачили определенные сети сатаны, там, какие-то порчи на них. Ну, короче, Бог начинает являть свою истину, но это не все. Каждый день были какие-то подарки, какие-то были, ну, вот Бог прям мне показывал, что все нормально, и жаба становился меньше, меньше, меньше. И, вы знаете, приезжаю в субботу на мероприятие, огромное количество людей. Мы там со всеми обнимаемся, целуемся, Господь нас хранит. Бог мне показал, что я в таком шарике. Знаете, как вот хомячки бывают в шариках бегают, у нас такой был хомячок. Вот и я в таком шарике, то есть я могу всех обнимать, целовать, никто, Бог сказал, что ты будешь под защитой, не шарахайся никого. Ну, и вот я даю свою тему, тоже там 20 минут, рассказала там, так кто это все, там по отчетности, по бухгалтерии, по статистике, цифры, факты. Думаю, ну, все классно, круто, заканчиваю. И вдруг ни с того ни с сего выбегает наш директор по продажам. Оля, не уходи. Да ладно, тут время всегда, у нас там таймер стоит, я там, ну, быстрее, быстрее, чтобы закончить вовремя. Она говорит, не уходи. Думаю, вот это да, что-то будет, что-то будет. И, кстати, выходит Олег Григорьевич Прямяков и говорит, мне Бог сказал подарить Оле, сделать Оле подарок. Я такая, вот это да. Я за 7 лет нашего сотрудничества ни разу ничего ей не дарил. У нее тут недавно был день рождения, и я решил ей сделать подарок. И выносит, представляете, часы. Я просто, я была не столько, ну, рада, что вот он меня заметил. В принципе, как бы, ну, он часто мне хорошие слова говорит. Но то, что Бог сработал не прошло и 7 дней, это было чудо. Но это не все. Я беру микрофон и говорю, вы знаете, я вот 7 дней назад была на служении, и Бог мне тоже сказал подарить девочке часы, вот с такими словами. Как бы я там ни старалась готовить свою презентацию неделю, они ничего не помнят. Они помнили только о том, что Спермяков подарил мне, а я сказала, что подарила. И вы знаете, после этого ко мне подходили все люди вот с такими глазами и говорят, вот это да, не жаль так работает закон сенья и жатвы, вот это да. И вот один из лидеров, она не выдержала, она говорит, в какую ты там церковь ходишь? Как ее найти в этом, в моей стране, там, по-моему, в Латвии живет. Где ее найти? Потом мне скидывать, я потом спрашивала Геннадия, как им объяснить, что такое протестантская церковь, потому что там же пишут в интернете всякую ересь. Вот, и представляете, и вот такая пошла движуха по залу, во второй день просто уже просто подходишь к людям, они говорят свои проблемы, вот просто молишься за них, и они принимают. Представляете, как Бог работает? Вот этих 200 человек, которых как бы боялись, да, мы их боялись. В итоге Господь так расположил через свое это. Поэтому жертвы, они работают. Слава Господу за это. Спасибо большое. А, и сегодня у нас, я так, ну-ка, короче, короче, мы подготовились, приготовили кушать. У нас был день рождения, так что сентябрьский, и все остальные приходите, будете благословлять нас. Спасибо. Супер, я еще немножко...